Электроник Артс. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, связанный с играми, которые вы издаёте. С каких пор ЭТО стало лучше, чем ЭТО? Пш-пш-пш. Приём-приём, адекватные и абсолютно разумные пипиздяндерики. Пш-пш. На связи я, ваш верный друг. Как вы уже могли понять, я продолжаю свое путешествие по мирам видеоигр по косипо-шипотному. Потому что ролики по ностальгической хрени собирают много просмотров и денег. А значит, меня меньше бьют и дают покушать. Ох, Бебе, если этот ролик ничего не соберёт, то я сломаю твои ноги. Бу-буй, я думал мы трусь. И сегодня под мой немытый скальпель попадёт игра по тайной комнате для PlayStation 1. Сомневаюсь, что кто-либо из смотрящих данное видео знает, что это за игра в принципе. Потому что все слышали о первой ГПшке для ПС-ки. Но чтобы речь шла про вторую, это уже что-то из разряда фэнтези. Прям как психически здоровый Фури. Сама игра начинается подобно первой части игры для PlayStation 1. Нам рассказывают предысторию про Гарика. Какой он несчастный сычек, который проводит всё своё время читая фанфики по сверхъестественному. Это у него от мамы. И слушая убогую музыку для быдла. Это у него от папы. Хотя если бы Лили в своё время всё-таки замутила бы со Снейпом, то тогда Гарри читал бы фанфики по Жоже, троллил грязнокровок по причине расовой неполноценности, и бомбил бы с того, что в новой экранизации с Лизы Риночки главную героиню будет играть Сквиб. В общем, на стоке забирают братья-коммунисты Уизли, которые знамениты тем, что закупают сосиски-пауценки и просят голову дать денег. Обучение Азам происходит на территории коммунальной дачи Рыжиков, где он извиняется перед Гарри, что их хата такая нищая. Но Очкарик очень вежливый и поэтому говорит Можете вырезать и разбирать на мемасы, дорогие мои. А теперь нас ожидает работёнка. Но я не хочу работать, я хочу стать ютубером, который обозревает всратые магловские и горе. С помощью магии мы двигаем ящики и оказываемся на втором этаже дома, где буянит призрак Нойз Марина, триггеря Шума Мамашу Уизли. Сударь, а можно, пожалуйста, изъясняться языком русским, а не мемно всратым? Мы должны помешать ему участвуя в местных всратых мини-игр категории Г. Если вдруг вы пожелаете загрузить игру, то вам будет показано коротенькое описание того, что происходит. Например, сейчас мы узнаём, что оказывается коммунисты Уизли спасли Гарри от бедности. О, а я и не знал, что у братьев Уизли есть ещё один брат-урод. А, это Джинни. Гарри, я Женя Уизли, и в будущем ты бухой будешь слизывать сливочное пиво с моей мандрагоры. Хочешь ты этого или нет? Хоть семейка рыжиков и всратая, но вот их батяне с виду тот ещё царь Рофлов. Он говорит нам, что нужно выкинуть гномов с огорода, но для начала нам надо бы сломать все эти ящики об камни, так как внутри одного из них находятся особые перчатки, без которых метание гномов обернётся чистейшим мазохизмом. Давай, Гарри, ломай ящики, иди избавляться от малолетних хейтеров, а иначе вот эта палочка окажется в твоей выручай-комнате! В этой части разрабы, конечно, решили повеселиться на славу и позволили нам поучаствовать в народной игре по метанию гномов. Говорят, что изначально такая игра была популярна на Сабантуй, только там татары и башкиры вместо гномов метали беляки и малаев, которые отрицали расовое превосходство тюркских народов над всеми остальными. После столь замечательного времяпровождения, Георгий и Фёдор предлагают нам устроить волшебный забив под песни Тесси Вайолет. Это лишний раз доказывает, что Уизли на самом деле русские волшебники, которые были вынуждены бежать из страны, потому что обозвали тамошнего премьер-министра магии Сквибом Коротконогим. А ещё мне приходится тут сражаться против местной поехавшей техники. Но не бойтесь, она не заколдована. Просто Артур купил её по дешёвке на Авито. Ладно, тут, конечно, хорошо, но надо бы и честь знать. Поэтому Гарри с помощью порошка перемещается сквозь пространство и время к отрывку игры, где мы должны будем летать на батиной шахе. Всё-таки я рад тому, что разработчики поняли, что главное в этих играх это рофлы. Поэтому в этой части меньше опенворлда и больше разнообразных мини-игр. Можете считать, что данная игра это такая своеобразная народная солянка из всяких приколюх. Например, после покатушек мы таки врезаемся в берёзку, с которой потом устраиваем махач. Я спросил у Ясеня, где моя любимая Ясень не ответил мне, но дал в пиздак шахой. Наша жизнь в школе не сладка. Мало того, что Снейп ходит с лицом педофилоча, так ещё и Добби настраивает против нас местное окружение. Мало того, все за лето стали уродами, а Гермиона как была корявой сукой, так ей и осталось. Зато на уроках по травологии мы помогаем бабе сраке защищать её чернобыльский базилик от голодных слизняков. А в награду она начисляет нам очки, которые совершенно не играют никакой роли в этой игре. Как бы вы плохо не играли, ваш факультет всё равно выиграет, потому что все мы знаем, что Дамблдор подписан на басфит. А в Гриффиндоре учатся неполноценные волшебники и гризнокровки, в отличие от того же Слизерина. Кстати, о неполноценных. Малфоя зачисляют в команду по квидичу, просто потому что его батя Масон дал кому-то на лапу, и по такому поводу Белобрысич злорадствует. Гермиона, конечно, подмечает, что сколько денег не плати, а срака как был в вялом уке, так им и останется. Тот же, как и любой латентный пассив, не любит, когда ему в лицо говорят правду, и поэтому называет писечку Гермиону грязножопой. Хотя глубоко в душе всё равно желает зарыться лицом в её мохнатый хинкаль, который в его грязных фантазиях всегда пахнет корицей. Рону же всё это не нравится, и он колдует в Малфоя убер-мощным троллингом, но походу случилась единичка на дайсах, из-за чего Рыжик совершил критический промах себе Живхарю. Следующий отрезок игры очень напоминает моменты, когда мы вынуждены гоняться за нашим бухущим другом по лесу, который заблёвывает всё вокруг так сильно, что вы в итоге скользите по земле, как на коньках. Да, раньше игры от Electronic Arts были реально кайфовыми и рофельными, не то что сейчас. Однако это ещё не всё. Хагрид даёт нам в руки собачью миску и заставляет ловить блевать Нюрону, которую мы затем должны порожнять бочку. Хагрид же всё это время стоит рядом и подбадривает, говоря «Лучше спереди, чем сзади!» Следующим уроком мы оказываемся под руководством златочленца Суконса. «Дзядь, сюда наш наручитель!» А ещё я крашу Минки акварелью. Короче, Лоллипопс, мало того, что говноед, так ещё выглядит так, словно ему ванус брызнули освежителем воздуха с ароматом альпийских гор. На данном уроке он заставляет нас издеваться над пиксиями, которые в этой игре звучат как котята. Зато нет худа без добра, ведь после урока нас встречает почти безочковый ник и зовёт потусоваться на поминке. Еееей, спасибо. Хотя на поминках реально весело. И там, и там призраки и рофлящий пивс. А ещё Рон Уизли решил выделиться и пришёл на поминки с подарком. Пацан, походу, реально не от мира всего. Благо, случается рофл, и подарок отбивает пивс. Клятый анимучник, отдай подарок, и хватит бросаться в нас едой. В Африке дети жираф и пинус в канаве доедают, а ты тут это самое. Ну и как это игра по гарику да без квидича? Правда, мы сначала должны поломать Анну с Малфой, чтобы лишний раз доказать, что если бы эти двое снимались в аниме, то Гарри был бы Нарутой, а Малфой хинатой. Тут игра плавно превращается в симулятор моих попыток стать успешным контентмейкером. Ну давай же, давай же, ловись, ну давай же, если я тебя не поймаю, то это будет означать, что ролик Кала я умру нищим жирафуфелом, который так и не уехал из своего мухожопинска. Теперь по сюжету мы должны собирать ингредиенты для особого зелья по превращению в слизеринцев. Для этого мы едем за компашку с Хагритом в город. Правда, как только мы добираемся до места назначения, Хагрит уходит бухать и оставляет нас одного. Я пойду в паб, чтобы встретить старых друзей. Я встретлю тебя здесь в час. Чтобы мы наловили мандавушек и выгнали летающих паразитов из пятерочки. Теперь мы спокойно можем доварить пивандопл и отпинать блондинку на дуэлю, который, как обычно в случае опасности, достает свою змею. Но! Внезапно оказалось, что Гарри находится этой змеей общий язык. Шиперы ликуют. Настало время для бухича. Ребята опрокидывают по маленькой и превращаются в арийцев с внешностью неарийцев. И двигают по подземельям в поисках Малфоя, чтобы расспросить его про тайную комнату и прочие сюжетные штучки, которые нам совершенно не интересны. Ведь после этого мы защищаемся от нападок женской версии гирокоптера в женском туалете. Да не бойся, Миртл, мы не собирались тебя шпехать. Я, конечно, понимаю, что Гермиона превратилась в Фури, но на такой случай навсегда есть нам все согласный Коллин Криви. Следующий уровень является кошмаром для начинающего ТННщика. День Святого Валентина. По такому поводу Кривоёб Мудакон заказывает рафланку пидончиков, которые хотят поймать Гарри и зачитать ему любовный рэп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Гарри Поттер одинокий дрочит ночью в темнотухе, представляя себе дракосы жерелием жемчужным. Но совсем не из жемчуга. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Испытав шок и ужас, мы переходим к сюжетному отрезку, где мы бродим по темному лесу в поисках Арагога, дабы узнать от него мудрость. Но как только Арагог узнает, что денег у нас нет, а Гарри Поттер является фанатом Бориса Юлинга, паук теряет самообладание и решает совершить очкарику летальное пробитие. Но благо близкое общение с коммунистами Уизли дало свое, и мальчик побеждает, отправляя паука в бан. Близится финал игры. Забираем с собой суканцу с Роном и через женский толчок телепортируемся в волшебный мир, где ловим в лицо предательство со стороны Сыкуна и доходим до Тома Реддла. Красавчик объясняет нам, что всякая шушера в школе происходила по вине Джинни, которая выпускала змею Реддла и та охотилась поначалу на кошку Филча, затем на малолетнего Криви, затем на пожилого призрака и, наконец, на саму Джинни. С одной стороны, я уважаю такое разнообразие вкусов, но с другой стороны, только одна змея может царствовать в этой школе. Поэтому мы атакуем змею Реддла, которая плюется в нас ядовитой жижей, а затем с помощью клинка мы отражаем змеиный шуб-дабуб. Том, огорченный тем, что нашу кунг-фу оказалось сильнее его, кидает на свой дневник, который Гарри в порыве похоти протыкает. Вот и все, конец. Финита ля колмеди. Зло побеждено. Джинни жива. Адоби, освободившись от гнета Малфаев, отдает свое тело во власти озабоченного подростка. И, судя по харе Гарри Поттера, мы понимаем, что это лето будет для него максимально насыщенным и интересным. Это был Гарри Поттер 2 для PlayStation 1, мои дорогие пипиздякрики. Я понимаю, что этот ролик бессмысленный и сделан тупо ради ржеки, но черт побери, вы же это любите. Хотя спешу успокоить тех, кто подобное не особо любит. Следующий ролик будет рофельным, но и при этом сюжетно настроенным. Также хочу сказать большое спасибо всем тем, кто ставил лайки под роликом по Сталкеру. Благодаря вашему фидбэку я понял, что ролик зашел. А значит, скоро вас вполне может ожидать и ролик по Сталкачу. Точно не знаю когда, но будет. Хватит там пиздец. Иди делай новый ролик. Там до конца месяца надо сделать еще хотя бы три ролика, чтобы заработать больше денег. Что? Но ведь осталось. Субтитры сделал DimaTorzok